Я приветствую вас, дорогие телезрители канала «Россия-24» на нашей очередной авторской программе «Бесогон-ТВ». Эта программа будет посвящена ужасному трагическому событию, произошедшему в Кемерово 25 марта этого года. И немножко попытаемся разобраться, что же все-таки там произошло. После этой трагедии туда прилетает руководитель МЧС Пучков, прилетает председатель Следственного комитета Бастрыкин, и в конце концов прилетает и сам президент, потому что это трагедия национального масштаба, нелокального. Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана где-то в шахте, неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии, теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за рогильдяйства. Как это вообще могло случиться? В чем причины? Последствия какие? Когда склынул первый шок, стали выясняться некие подробности, которые, в общем, может быть, шок этот могли только усугубить. Во-первых, здание было зарегистрировано как малый бизнес. То есть это, значит, налоговые и надзорные каникулы, льготы. Было увеличено число арендаторов против всех норм. Это нагрузка на электрику. И, кроме того, не сработавшая почему-то пожарная сигнализация. Первое. На каком основании торгово-развлекательные центры министерством были отнесены к объектам малого и среднего предпринимательства? И для них были объявлены налоговые надзорные каникулы, исключающие проверки их противопожарного состояния. При этом необходимо отметить, что был издан приказ МЧС от 12.09.16 года номер 492. Так вот, в этом приказе огульно и категорически запрещено осуществлять какие-либо проверки объектов малого и среднего предпринимательства. Предпринимательствием подобного, в кавычках, законотворчества и бездумного, даже халатного отношения руководителей министерства к исполнению федерального законодательства в сфере пожарной безопасности было следующее. Только за второе полугодие 2017 года практически сгорели свыше 10 крупных торговых центров. Погибло 4 и пострадало 19 человек. Москва, Ростов, Владивосток, Оренбург, Краснодар, Иркутск, Казань, Тюмень, Екатеринбург. Уже в этом 2018 году прокатился вал пожаров в торгово-развлекательных центрах. Уссурийск, Благовещенск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Ангарск, Краснодар. Как фронтовые сводки публикуются в СМИ сообщения о пожарах с гибелью людей. Только за последние три месяца текущего года в СМИ опубликовано 55 сообщений о пожарах, в которых погибло, внимание, 194 человека, в том числе 63 ребенка. Экономический ущерб, наносимый чрезвычайными ситуациями и пожарами экономики страны, по утверждению экономистов, в последние годы достиг 2% ВВП. 800-900 миллиардов рублей в год. Сказанное, по моему мнению, является следствием многих просчетов и недостатков в деятельности МЧС. В первую очередь, к ущербным решениям министерства необходимо отнести бездумный и бездарный подход к так называемой оптимизации расходов на текущее содержание и повышение эффективности расходов, который свелся к массовому увольнению в 15-16 годах сотрудников Федеральной противопожарной службы, в результате чего образовалась брешь почти в 60 тысяч штыков и были обескровлены боевые расчеты реагирующих подразделений. Как итог этому неэффективное тушение пожара. Не может не возникнуть вопрос, сколько еще должно погибнуть людей в пожарах, чтобы исключить бездумное, глупое экспериментаторство с Федеральной противопожарной службой. Первое, что нас заинтересовало, а действительно ли сокращено почти 60 тысяч сотрудников МЧС в такой огромной стране, как наша, как же они были сокращены? Вот что говорит сам министр Пучков на селекторном совещании. Все решения приняты президентом Российской Федерации, все документы утверждены, все объемы финансирования сокращены на 10%. Вы понимаете? Мы приняли все необходимые решения в соответствии с указанием президента Российской Федерации по сокращению текущих затрат в системе МЧС России. Вот итог. Только факты. По состоянию на 2017 год в среднем по МЧС сокращено 30% личного состава. В караулах до 50%. То есть тушить пожары в 2017 году стало просто фактически некому. Очень показательная история с пожаром в Ростове-на-Дону. Это был ужасающий пожар в августе 2017 года, когда сгорело 150 домов. Вот что по поводу этого пожара говорит министр Пучков. В короткие сроки сформирована мощная группировка, работала авиация. В этой сложной ситуации, благодаря энергично предпринятым мерам и своевременно проведенной эвакуации, потери были минимальны. А теперь давайте заглянем поглубже. При тушении пожара в Ростове-на-Дону было задействовано 1987 человек и 212 единиц техники. Из них, внимание, от МЧС только 231 человек и 60 единиц техники. То есть численность группировки МЧС порядка 10%. Кто же тушил пожар? От Трансгвардии было привлечено 3 вертолета и 3 вертолета от Минобороны. А всего вертолетов 7. Заявлена группировка сотрудников МЧС в 2000 человек. На самом деле в 10 раз меньше. И добавьте к этому нехватку пожарной техники и неработающие гидранты. Посмотрите на эту фотографию. Посмотрите, сколько здесь пожарных. А сколько просто, просто местных жителей, без формы, без снаряжения, без опыта, без средств защиты. Просто людей, которые не безразличны к чужому городу. Сегодня, как мы выявили, фактическая численность пожарного надзора составляет 10752 человека. При установленной, внимание, правительством Российской Федерации, постановлением номер 290, предельной численности в 21110 человек. Кому тушить пожар? Пожар тушить неким. Пойдем дальше. Что говорится по поводу сокращений? Это цитата из выступления господина Пучкова. Наш приоритет – укомплектование боевых дежурных караулов всех реагирующих подразделений, кто реально занимается защитой жизни и здоровья людей. Численность мы сокращаем минимальную в системе МЧС России. Мы сознательно убрали резерв, мы сознательно зафиксировали все вакантные должности, мы сознательно прекратили прием на работу, мы сознательно прекратили присвоение первых званий. Теперь давайте посмотрим, к чему эта сознательность привела. Боевые расчеты укомплектованы на 50%. На пожар выезжают смены по два-три сотрудника вместо шести-восьми. Сокращен пожарный спецназ. Элита. Что это такое? Это люди, которые оборудованы дымогазозащитными масками, которые могут войти в задымленное помещение, которые могут вынести ребенка, вывести человека. Они могут существовать в этом аду, в этом дыму, в этой гари, в этой отраве. Мало того, они разведка. Они сообщают туда, пожарным, расчету пожарному, как, что происходит, куда идти. Водитель пожарного автомобиля МЧС Курган, стаж работы 16 лет, зарплата 12 тысяч рублей. С декабря 9 тысяч рублей. Ну как это можно? 9 тысяч рублей. Зарплата водителя пожарной машины с 16-летним стажем. Как он может относиться к своей работе? Слушайте, и все это делается как бы во исполнении указаний президента. К чему это приводит? Это могло пройти без следований? Нет, конечно. Вот результат. Вот только за три месяца. Ростов-на-Дону. Красноярский край, 140 жилых домов. Торговый центр «Синдика», площадь пожара 55 тысяч квадратных метров. Вещевой рынок в Ростове-на-Дону, площадь пожара 5 тысяч квадратных метров. И еще более 200 крупных и средних пожаров и техногенных аварий. И все это, как считают специалисты, это прямой результат так вот понятой оптимизации. Еще один интересный мотив – это не досаждать бизнесу. Вот что говорит министр Пучков. За три года в МЧС перестроили всю контрольно-надзорную деятельность. Цель – не досаждать бизнесу постоянными проверками, тормозя их развитие. Вот интереснейший документ. Письмо МЧС от 21.03.2016 года, в котором установлен запрет на проведение внеплановых выездных проверок по контролю исполнения ранее врученных предписаний, не связанных с наличием угрозы жизни и здоровью людей в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. Что же это значит? Вот здесь по-простому, что кроется за такими чиновничьими формулировками? А значит, вот что. Пришла инспекция ко мне. Я владелец какого-то бутика, предприятия малого бизнеса. Ну вот вы пришли ко мне. Вы мне сказали, это надо убрать, это надо сделать, это надо вычистить, это надо открыть, это надо закрыть. Вот вы мне сказали это. Я сказал, есть. И все. Я могу ничего не делать. Почему? Потому что вы ко мне больше не имеете права прийти. Причем, обратите внимание, это придумано в МЧС. Это не бизнес придумал. Всем удобно. Я предупредил, я услышал, я больше не имею права прийти, а мне пофиг, все, потому что ты ко мне не имеешь права прийти. Гениально. Товарищ президент Российской Федерации, с учетом того, что там было 27 предприятий, это все объекты малого бизнеса, которые получили налоговые каникулы. Нет, налоговые каникулы здесь при чем? Налоговые, да налоговые, а вопросы безопасности, они к налоговым не относятся, правильно? Контроль и надзор за малыми и средними предприятиями тоже каникулы, товарищ президент Российской Федерации. Да, послушайте, к вопросам безопасности это не относится. При чем здесь каникулы? Вы говорите про налоговые каникулы, так? И обеспечение безопасности, это разные вещи. И все это создает огромную опасность. В любую секунду может загореться не только дом, может сгореть человеческое терпение. Разве это не угроза национальной безопасности? На мой взгляд, угроза. А понимают ли, понимает ли руководство МЧС, что происходит? И опасность, понимают? Понимают. Я вам сейчас докажу. Вот смотрите. Готовятся новые сокращения. В новый перечень типовых должностей не войдут следующие должности. Это в соответствии с докладом начальника управления стратегического планирования и организационной работы ЮА Жукова, министру Пучкову. В пожарно-спасательных подразделениях и центрах управления в кризисных ситуациях. Итак, наберитесь терпения, но это важно услышать. В пожарно-спасательных подразделениях начальник службы пожаротушения, заместитель начальника службы пожаротушения, начальник центрального пункта пожарной связи, начальник единой дежурной диспетчерской службы, помощник начальника дежурной смены, старший дежурный и так далее, и так далее. На пожарных кораблях и катерах командир корабля, заместитель командира пожарного корабля, старший механик пожарного корабля, командир катера, помощник командира катера и так далее, и так далее. Более 30 должностей должны быть сокращены. Но речь не об этом. Самое главное, на основании вышеуказанного статс-секретарем, заместителем министра О.В. Баженова в аппарат правительства Российской Федерации направлено письмо о переносе сроков разработки перечня на третий квартал 2018 года. При этом предлагается не публиковать данный документ на официальном сайте Минэкономразвития для общественного обсуждения в связи с внимание, с общественным резонансом и ростом напряженности в коллективах федеральной противопожарной службы и надо бы подождать, пока пройдут выборы президента России и чемпионат мира. Понимают? Понимают. И делают. Только чтобы выборы прошли, чемпионат мира. А там? Потому что может быть напряженность. Напряженность. Где? В МЧС. Напряженность между руководством и рядовыми сотрудниками. Которые должны быть как братья скованы одной цепью, одним желанием, одним порывом. Они должны быть вместе всегда. Как командиры, которые ввели в бой солдат. А здесь, в мягких кабинетах, приняли решение. Сократим, ну, пока, чтобы не было шума. А там уж хрен с ними со всеми. Нормально? И этот разговор идет не о столовой. Этот разговор идет не о школе. Не о университете. Хотя и то ужасно. Этот разговор идет о тех, кто должен нас спасать. Когда мы готовили этот материал, при том, что у нас не было такой задачи, мы начали говорить про трагедию в Кемерово. Но вот вышли вот на это. Мне говорят, друзья, на хрена тебе это надо? Рука руку моет все равно, ничего не будет. Опасно, противно. Ну, что ты лезешь в это? Это что, твое дело, что ли? Да действительно, в общем. А что это, мое дело? Наше дело? Нет. Есть следственные органы, прокуратура, следственный комитет, юристы, суды, МВД, ФСБ. Очень много. Счетная палата. Очень много организаций, которые должны это интересовать. Почему мы это делаем? Люди горят. Еще хуже, дети горят. Ну, вот и все на сегодня. И, как говорил наш незабвенный мичман Криворучка, уходим по одному, если что, мы, правильно, до, кто будет. Субтитры создавал DimaTorzok